Всем привет! Сегодня у нас будет видео о наболевшем. Я думаю, многие, кто вновь прибывшие, с этим сталкиваетесь. Да и вообще туристы с этим очень часто сталкиваются. Да и я здесь уже много лет прожившая с этим сталкиваюсь до сих пор. И это будет всегда. Всегда, когда ты иностранец, когда у тебя иностранная внешность, если говоришь на иностранном языке. Проблема с таксистами. Активизировались сейчас таксисты вообще по всей стране, в Стамбуле в частности. Дерут три шкуры, максимально стараются обмануть иностранцев. То есть они вообще, знаете, беспринципные, ни за чем не постоят. Если вы думаете, что все турки такие, или там торгаши, обманщики и так далее, это неправда. Сами граждане здесь, в Турции, от этого страдают. Второе. Сами это не любят, сами под это же попадают. И сами, ну, зовем так, презирают касту таких людей, кто так делает. Они так же нечестно поступают. Да, к туристам больше. Но и своих надурить, знаете, никогда не упустят возможности. Ну, к туристам, конечно, больше этого. Почему? Потому что туристы тупо не знают, что делать. Они не знают, куда обратиться. Они знают, что есть не на всех, как бы, такси. Внутри есть такая наклечка, биазмаса, белый стол. Это служба, назовем так, техподдержки. Если у тебя какие-то проблемы, это муниципалитет этого района. Ну, надо знать язык. Ну, там по-английски можно, в принципе, объясниться. Я думаю, принимают они английские звонки на иностранном языке. Ну, английский надо знать, как минимум, да. Иностранцу это трудно все сделать. Куда, пожалуйста, там 150 номер короткий звонишь. Или в WhatsApp можно написать. Биазмаса, ну, в WhatsApp даже у них есть чат. Жаловаться. Номер таксиста, называйте машины. Таксист, где вы находитесь. Объясняете причину, что происходит. И там, вплоть до того, что там и вам наряд полиции вызовут и так далее. Будут разбираться. То есть это, точнее, с ним будут вообще, смотря какая ситуация, но надо полицию вызвать, если конфликт, да. Или его там лишат лицензии. Будут проверять. Там и камеры в такси, кстати, если вы не знали, в такси камеры пишут. Будут смотреть вот это все. В общем, это реальная проверка. Но туристы же об этом не знают. А местные настучать у нас вообще, в принципе, настучать. Такое дело, свои права отстаивать. Но они поэтому с местными как бы такие более мягкие, вежливые. Но конфликты все равно бывают. Чтобы где-то кто-то с кем-то не подрался. Я вас умоляю, каждый день такое происходит. Местные тоже с ними конфликтуют. Немножко расскажу про саму суть этих людей. И два случая, что со мной недавно было, когда я такая. Пипец, блин. Спасибо, конечно, очень приятно. Чтобы вы понимали масштабы бедствия и проблемы. Кто идет в такси работать. Какие виды таксистов есть. Я раньше думала, ой, ну, наверное, если дедушка или возрастной какой-то мужчина, он, наверное, опытный, добрый. И я вот, например, с ребенком, с коляской, он поможет, например, коляску свернуть, там, в багажник ее поднять, положить, да. Не прикоснется даже. Я всегда думала, что вот если я условно дедушка, ощущение доброты какой-то, да. Ну, он такой с опытом, что как будто он дедушка, папа и что-то вот в этом роде добрый, там, какой-то вот снисходительный. А молодые, например, моего возраста, например, и младше, чуть-чуть постарше таксисты, борзые, наглые, быстро едут, там, и так далее. Они были вообще, короче, типа такие резкие, там, в общем, недушевные ни разу, как я ошибалась. Я не знаю, почему такой стереотип был. Может быть, потому что я вот в такси в России, ну, вся на родине, да, пользовалась. У нас как-то так было. Ну, не знаю. Ну, у меня и были конфликты в России в такси с мужчиной взрослым. Там такое вообще тоже было. Ну, это вообще исключительное дело. Один раз у меня такое прям, чтобы конфликт был. Ну, в общем, у меня был такой стереотип, как все абсолютно наоборот. Вот смотрите, если это молодой парень, 20-35 лет, они, кстати, на самом деле самые адекватные, которые помогут, например, с коляской, с ребенком, с пакетами. Не факт, они не должны это делать, там, тебе что-то помогать, составлять твои пакеты в багажник или еще что-то. Но у них больше вариант того, что они уважают, например, своих родителей, тех, кто постарше, или, в принципе, их приучили дома помогать, да, воспитали в них помощь людям и так далее. Вот такие более, кстати, простые они, отзывчивые, без выпендрежей, себе где-то на уме, но не лезут с личными вопросами, темами, а-ля психологов там в такси не включают и все такое прочее. Ну, все адекватные, вот они просто тебя везут. Да, где-то они могут угнать быстро, неаккуратно водить, там, борзые какие-то на дороге, но, поверьте, они так все, в принципе, таксисты такие. Ну, в общем, приемлемо, назовем так. Такие мальчики от 20 до 35, там, до 40 лет, они идут в такси, четко зная, на что они идут, на какую профессию, какие у них будут трудности. У чуваков есть конкретные желания заработать денег. В такси заработать денег можно. Не супер, конечно, много, это очень много заработать. Ну, конечно, и достойно как-то зарплату. Надо очень много работать и уставать, как и везде. И такие парни, которые идут в такси, они четко знают, я буду много работать, буду получать, добиваться. Они идут скопить деньги на что-то. Там, кто на свадьбу, кто кредит закрыть, кто, там, я не знаю, на учебу есть и так далее. Родителям помочь, там, кто-то заболел, все такое прочее. То есть это временно, чуваки понимают, что будет какой-то карьерный рост, что у него на этом такси вся жизнь не закончилась. И вот такие молодые парни, они, как правило, средних лет, они всегда адекватные, действительно очень хорошие. Попадались мне гораздо больше процентов хороших, адекватных, вот таких молодых. Вторая категория, мужчины постарше. Это уже всякие дедушки, там, а-ля 60 лет, вот такого возраста и старше есть, и так далее. Казалось бы, такие мягкие, должны быть пушистые, добрые, понимающие. Это жесть. Вот таких неадекватов там гораздо больше, потому что, понимаем их психологию, это люди, которые вынуждены идти на эту тяжелую работу, грязную, тяжелую, физически. Грязную, в том плане, там, условно, тебе руки лишний раз негде помыть, в туалет сходить, проблемы, вот это вся история, да, весь день в машине потеешь, и все вот это, ну, короче, мало приятного, а вот этот труд тяжелый. Плюс сидишь, плюс у тебя внимание на дорогу, и всякие клиенты там могут быть тоже не очень приятные, контакт с людьми. Короче, они, эта категория людей, идут подработать к пенсии, потому что это нужда, у них нет денег, они идут заработать, и им, понимаете, еще такой момент, я жизнь прожил, ощущение себя неким неудачником, я это тоже встречала у них, знаете, да, не с гордостью, говорят, я таксист, вот пацанов у молодых, у них можно насосить, да, я таксист, но я, типа, временно, я пришел денег заработать, заработаю, там, у него цели есть, это один настрой, да, позитивный, а у этих уже все, у них нет денег, у них все плохо, они злые, они озлоблены на жизнь, на вот эту свою позицию, что они вынуждены сюда идти, нет хорошей жизни, они злые, поэтому сдерганные, а тут слабые иностранцы, которых надо обуть, денег заработать побольше, да, кто мне что иностранец сделает, я там, они обычно не жалуются и так далее, полиция там очень часто помониторит таксистов, в общем, жаловаться особо не будут, и на него, на иностранца можно скинуть свою злость, ненависть и так далее, вообще в легкую, я вот с этим, вот этой категорией взрослые, с таким отношением очень часто вот эти мужчины постарше с этим встречалась, буквально два за месяц у меня последний был, я такси не очень часто пользуюсь, но бывают случаи, когда мне проще такси, у меня просто потому, что есть точка такси, постоянная возле дома, и мне порой проще куда-то на такси, если всякие там пробки куда-то, я знаю просто, короче, как проехать, мне проще где-то по району на такси всегда поехать, чем, в общем, это, кстати, дешевле сейчас по бензину, проехать на такси по району, чем на своей, например, машине ехать. Сажусь я, в общем, в такси, и назовем так, таксистца, он был, знаете, такого средних лет, типа а-ля 45-50, то есть никто и не к той группе, вроде адекватный, с виду нормальный мужик, да, не отнесешь ни к тем, ни к тем. Я сажусь в такси, я ему по-турецки сразу закрываю дверь, говорю, вы свободны, он говорит, кивает, да. У них очень часто громкая связь, они между собой или в наушниках говорят, или на громкой связи с другими, с таксистами, типа алярация такая, да, между собой там заказы, перед вот этим, и просто о жизни болтают тоже туда, в эту свою рацию. Я ему по-турецки прекрасно, да, общаюсь, называю адрес, куда мне ехать, и сажусь, и говорю, поедете, потому что часто отказываются, недалеко их от не хотят брать, они ждут клиентов, кто подальше и подороже поедет. Короче, это еще целая история, что тебе могут носом крутить, и все, что ты сел, и адрес свой называешь. Еще быть недовольны могут быть заказом. И я сажусь в такси, мы начинаем ехать, и он мне просто громко, по-турецки, не мне адресованно, а вот в свою куда-то рацию, или в телефон свой, у него ухо было, или еще что-то, и говорит по-турецки. Вот эти иностранцы понаехали, задолбали уже. Я сижу как оплеванная, я иностранка, да, я здесь, хоть я здесь давно живу. Это сейчас говорят про меня в третьем лице, это так неприятно. Это так неприятно и дискомфортно. И как бы, а что ты ответишь, что это не тебе адресовано, да, у меня тут сразу психолог включается. Это претензия, не мне, у меня вопроса ко мне не было. Мне не было высказать, он кому-то где-то сказал, или может себе под нос каким-то образом, он просто говорит, понаехали. Я же тоже, знаете, что здесь ответишь? Я ничего и тогда не стала говорить, я просто напряглась, и я ему чаевых не оставила. Я всегда чаевые оставляю таксисты, мне их всегда жалко, я считаю, это тяжелый труд очень, и в общем, это надо оплачивать. Короче говоря, вот я так поступила, я промолчала, потому что в этой ситуации что ты скажешь? Не к тебе претензия. Очень это очень грубо было, очень некрасиво он это сказал. И настолько он то ли глупый, то ли вообще дурак, или что, или наглый, что я с ним говорю по-турецки, он при мне по-турецки про меня говорит вслух. Я так посидела, попыхтела, ну там типа, а ла-ла, да, вот это вот все я сделала, но как бы ему вообще пофигу, он просто, знаете, непробиваемый, у него там свои проблемы. И буквально через неделю я ехала тоже в такси, далеко ездила, это хорошая была бы сумма оплаты, думаю, ну сейчас мне фукать передо мной не будут, что я далеко еду, там где-то минут сорок ехать. И сажусь, какой-то дед мне попадается, я сажусь, называю адрес, а он такой, ой, он уже едет, и выясняется, что в пробке типа не было, и такой, а куда ехать-то? Я говорю, вот такой-то район, он такой, ааа, там пробки. Я говорю, подожди, дедуля, ща я в Яндекс.Мэп позырю, все нормально, смотрю, ой, Яндекс пишет, пробок нет, заедем, заедем за 20 минут даже, не за 40 по-обычному. Он такой, ага, 20 минут оттуда, я же не могу никого взять. Кстати, в районах там дележка территории, это все очень серьезно, и таксисты, короче, могут не брать кого-то как-то, то есть у них будут проблемы, если они возьмут пассажира в другом районе, местные таксисты могут еще напинать, короче, поругаться. И они очень часто пустые проезжают, если не с вашего района. То есть возвращаться он в районе именно подобрать человек не может. Ну, короче, ему опять бензин тратить, и возвращаться в свой район, и искать там себе клиентов. Я ему говорю, блин, ну, говорю, и мне тоже так дождь шел, и как бы мне не хочется таксистить. Я говорю, ну, дед, я тебе чаевые хорошие оставлю, и он такой, окей. И он такой, типа, подобрел, он такой тоже вот уже в возрасте был такой вредный дедулька оказался. И он мне начинает, вот это вообще я очень люблю психолога включать, и говорит, а ты из Украины? Ну, на ты сразу, а что вы тогда? Зачем выкать-то культурно? И мне говорят, вы из Украины, да? Вот так он мне сказал, утвердительно. Я сижу так и говорю, нет. Он такой, парень, что из России, что ли? Я говорю, ну, знаете, как ответить? Я говорю, ну, я уже здесь столько-то лет живу, откуда я? Он такой, ну, да, такой, получается-то ты-то уже местная. А вообще-то, типа, откуда? Вот такой разговор. И мне этот разговор очень неприятный. Я не люблю этих, вообще, не надо никогда влазить вот в эти разговоры, какие-то свои мнения политические и так далее, обсуждать с таксистами, блин, с продавцами, там, не знаю, с официантами в ресторане и так далее. У каждого своя позиция, свои взгляды будут и так далее. В общем, короче, зачем этот напряг лишний? Я вообще-таки темы с какими-то людьми посторонними не обсуждаю. Это мое личное мнение. Обсуждаю с тем, с кем считаю нужным. То есть со своим каким-то ближним кругом. И я такая этому деду говорю, ну вот смотрите, говорю, как вы считаете, говорю, раз ты эту тему думала в своей голове, раз ты тему открыл, сейчас я тебя загружу. И у меня получилось его действительно загрузить. Я говорю, вот смотрите, говорю, вот я, говорю, из России, русская. Моя мама на 50% из Украины, потому что моя бабушка, моя прабабушка стопроцентная украинка. Говорю, настолько стопроцентная, что я, говорю, до школы говорила дома, на украинском языке. Моя бабушка ходила в национальной украинской одежде дома. У нас были там уклады какие-то домашние. Мы, говорю, жили в России, но у нас в семье было принято вот так. Потому что мы другого не знали. Бабушка как переехала, бабушка моя, прабабушка переезжала в Голодомор, в Сибирь. И она как приехала, ну вот по сути поселение, оно половина этой деревни было украинское. Как все переехали, так все и поселились. Как соседями переезжали, так и на новом месте остались. Говорю, вот как говорю, культура, язык, говорю. И кто, говорю я. Вот вы мне объясните сами, как вы считаете. Говорю, я кто, украинка или русская? Я говорю, я считаю, что я и то, и то. Абсолютно, говорю, ничего мне не отождественно. Я себя отождествляю и украинка, и русская. И, говорю, мне это комфортно. Я и то, и то люблю. Для меня, потому что это, естественно, моя жизнь. Я с этим родилась, с этим живу, существую. Я не хочу делить тот или этот. Говорю, мне и так, и так хорошо. Я не собираюсь этого делать, да. И дед такой, опа, Лизавиес. И он говорит, ну реально тут на такой вопрос. Он мне такой, на такой вопрос и не ответишь. Так, знаете почему? Потому что в Турции очень важны провинции и твои народности. Здесь 101 народность в Турции. Ты, например, родился в Стамбуле, но очень важно, откуда твои родители. С какой провинции? Например, там Караденис, там, не знаю, Хатай, еще что-то. В общем, не важно, и с кендером, или, в общем, вот эти особенности. Потому что на местности, в провинции еда, культура, произношение, акцент. Еда, вот там вообще другая кухня, может быть, абсолютно противоположная, да. Одежда другая. Музыкальные инструменты, элементы культуры, стихи, там, и так далее. Какой-то, там, не знаю, поговорки, песенки и все прочая история, да, что несет на элементы культуры и живой язык, что делать язык живым. Все это очень важно здесь. И здесь важно, тебе спрашивают, ты хоть 50 лет, блин, родился, живешь в Стамбуле, а кто твои родители, а откуда они? А, понятно, значит, ты оттуда. Ты, там, можешь быть, никогда ни разу не был, но если ты носитель этой культуры языка, ты, все, ты он. И вот поэтому дед завис такой, типа, ну да, я вообще не могу тогда. Он понял, что разговор не клеится, потому что он спрашивает, но хотел, изначально этот дед хотел меня поставить в неприятную ситуацию, он так это подковыркой спрашивал, типа, че, типа, аля, за кого ты? Вот в таком роде это было. И закончилось тем, что он сказал, да, говорит, тяжело тебе, конечно, не разберешься. Все, тема закрылась. Ну, потому что я знала, что надо сказать, как эту тему перевести плоскость, да, чтобы деду, там, этот когнитивный диссонанс произошел, у него перезагрузка компьютера началась. Ну, вот они какие разные таксисты, да. Вот я сажусь, мне говорят, понаехали. Я говорю, блин, я уже 10 лет как понаехала. Что, мне это всю жизнь терпеть из моего лица иностранного? Окей, это как бы снисходительно. Второй мне с подковыркой подковырнуть больной вопрос хотел, специально это задавал, прям, твердительно так. Ты что, мне тоже было неприятно, это не культурно вообще. И когда я это рассказала в этих случаях своему супругу, он мне очень правильно сказал. Галь, ну, что ты удивляешься? Кто, не забывай, за какими, скажем так, целями идут в эту работу? Это определенный культурный слой людей, интересы и так далее. Вот реально, я летом очень часто пользовалась такси с ребенком, летние каникулы, когда были у нас тут рядышком аквапарк, после дома мы постоянно были в аквапарке, так проще очень. И за все время мне попалась буквально парочка нормальных, адекватных, приятных мужчин в возрасте таксистов, которым, знаете, с ребенком садишься, скажем так, не страшно с ним ехать. Вызывающие такие доверия, я бы тут назвала какое-то. Два, блин, за лето, за все. Я в неделю по два раза такси пользовалась. Так что, когда вы думаете, что вас, как иностранцев, хотят обобрать, обмануть специально, здесь местные тоже от этого страдают. Это не специально все только для иностранцев или для туристов. Поверьте, это огромная проблема здесь в обществе. И когда даже не было еще большого потока туристов, очень большие рейды были полицейских, по таксистам, по накрутке денег, по проверке счетчиков этих автоматических, считать счет за поездку, чего только нет. Очень это такие цены называют неадекватные пары. Ну, короче, по счетчику едем или не по счетчику, вот эта история. Если ты что-то не знаешь здесь, конечно, знать язык и знать местность, куда ты едешь. Тогда у тебя проблем не будет. Так как иностранцев, у них такой возможности нет. Конечно, есть люди нечестные, которые этим пользуются. Это печально, но, блин, часть нашей жизни вот так живем. Что вы думаете по этому поводу? Может быть, есть ваши какие-то истории? Напишите в комментариях под видео обязательно. Почитаю с удовольствием. Можете просто написать комментарий в поддержку канала. Поставьте лайки, распространите видео в соцсетях. Скажу, что у меня есть почта. Я в инфобоксе всегда ее оставляю под видео. Если вам нужна консультация, встреча, психологическая поддержка какая-то, пишите на почту, мы с вами созвонимся в скайпе. Еще хочу спросить. Я же периодически провожу марафоны. Как вы думаете, хотели бы поучаствовать в марафоне в январе, после январских праздников, во второй части января? И какие бы темы, например, марафонов вам было бы интересно посетить? Это четыре лекции открытых, в Телеграме будут, прямых эфира четыре, где мы будем смешивать психологию и ваши вопросы какие-то. То есть темы я подберу, разберу психологические какие-то темы, которые бы вам были интересны. В общем, от вашего запроса будет зависеть тема марафона. И вообще, хотели бы вы поучаствовать или нет, тоже пишите. Очень интересно. Если мало желающих, то мы, может, не будем это делать. Если есть желающие, но мне хотелось бы ваше желание, назовем так, утолить. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok